Псибай 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 Когда приходит человек, вот помогите, с чего все начинается, правильно посадить, потому что сесть просто на велосипед и поехать, ну, не получается. А на этом уровне, в любом случае, а сейчас с инвентарем вообще проблем у нас никаких нет. Хоть на три года, хоть на пять, хоть на десять, но единственное, это в любом случае надо подсказать, помочь. Размер рамы тебе вот такой, потому что здесь определенные геометрические параметры, они должны соблюдаться. И тогда человек садится, ну, и какое-то время начальное обучение, а вообще здесь очень часто люди подготовлены, и здесь, в самом Псибае, здесь очень часто приезжают люди, знаете, которым здесь нравится. После тренировочной площадки можно проехать по другим маршрутам. Добраться на горном велосипеде, например, до Никитинских водопадов или Гунькиных пещер. Не понравиться такой спорт просто не может, считают его поклонники. Нет ничего прекраснее рано утром подняться в горы и насладиться видами потрясающего герпигема, проверить себя на выносливость, надышаться свежим чистым воздухом и познакомиться с теми, кто также вдохновлен и любит Псибай. В летний период сюда много приезжает велосипедистов со всех уголков России. Как проехать по горным хребтам Кавказского заповедника, ну и просто покататься в районе Псибайской зоны. Хорошо разработано здесь где-то порядка четырех маршрутов. Конечно, вот эта гора Герпигем – это одна из лучших трасс в России. Все препятствия, которые здесь, они практически все естественные. На других трассах там делают специальные искусственные насыпи. Здесь природа создала уникальную эту трассу. Сам хребет Герпигем – это самый протяженный хребет в Краснодарском крае. Высота ее в максимальной точке достигает порядка 1200 метров. Перепад достаточно высокий по рельефу. После такого активного дня путешественники обычно купаются в горячих термальных или бодрящих родниковых водах. Купаться в Псибайе можно круглый год. Практически на половине территории Мостовского района есть подземные запасы слабоминеральной воды, температуры около 90 градусов Цельсия. На базе термальных источников организованы дома отдыха, куда могут приехать туристы в любое время года. Одно из самых популярных туристических мест – районный центр поселок Мостовской. Здесь на протяжении нескольких километров по одной линии располагаются основные базы отдыха с услугой купания в бассейнах. С наступлением осени, когда температура опускается, в Мостовской съезжаются гости со всех регионов страны, чтобы насладиться шикарными спа с термальными водами, попариться в баньки или поправить здоровье. Среди популярных баз отдыха в Мостовском есть несколько, что называется на слуху. В каждой свои особенности. Например, на семейном курорте «Аквавита» работают целых шесть бассейнов, наполненных геотермальной водой. Она способствует оздоровлению организма и релаксации. Бассейны разрешены как взрослым, так и детям. За качеством воды тщательно следят. Все бассейны оснащены современным очищающим оборудованием. Оно выполняет очистку по многоступенчатой системе, сохраняя набор полезных минералов и микроэлементов. Также популярны базы «Жемчужина-Предгорье» и «Старая мельница», оздоровительный комплекс «Коралл», «София» и другие. Везде вам предложат не только купание в бассейнах, но и комфортное размещение на любой срок. Практически у каждой базы отдыха собственная благоустроенная обширная территория и богатый комплекс услуг. Здесь вам и концерт покажут, и в баньке попарят, и шашлыком по кавказскому рецепту угостят. Смело можно сказать, что отдых в Мостовском – это семейный отдых. Сюда часто приезжают с детьми и большими компаниями. Разместиться есть где. На вилле есть кухня. Кухня скомплектована на 12 персон. Ею можно также воспользоваться. Далее на вилле предусмотрен кулер, для того, чтобы гости пили именно чистую воду. Далее у нас две комнаты. В каждой комнате двухспальная кровать. А это уже Распутин. К гостям этого комплекса подход европейский. Проживание в ценовой категории чуть выше среднего. Однако, по словам приезжих, это того стоит. Бассейны здесь наполнены лечебной геотермальной водой со скважины глубиной 1340 метров. Температура воды от 37 до 40 градусов. Есть гидромассаж и другие услуги в местном СПА. Пока дети наслаждаются купанием, родители могут побаловать себя оздоравливающими процедурами. Пожалуй, самые популярные – кедровая бочка и другие способы похудения. В том числе с помощью самых современных аппаратов. За несколько процедур можно существенно смоделировать фигуру. То есть он работает зонально на каждую часть тела, которую клиент хочет. То есть здесь есть абсолютно всё. Вот от слова совсем. Сначала прогоняется лимфатическая система, кровеносная система. Работаем мы маленькими манипулами. Больше четырёх лет назад в Мостовской впервые приехала семья Дубининых из Таганрога. О волшебном оздоровительном эффекте от местных термальных вод услышали от знакомых. Попробовали сами. И с тех пор семья Дубининых каждый год приезжает сюда. Раньше, правда, для визита на термы выбирали зимнее время. А в этот раз попали осенью. И не пожалели. В этом году в октябре приехали. Думали, будет здесь жарко, но очень комфортно. Вода и солнце. Здесь очень комфортно, очень спокойно, очень чисто. Ну вот выбрали это место. И вот хочется каждый год приезжать. Действительно здесь как бы мы отдыхаем. Да, мы ехали сюда 8 часов. Бывает даже и больше ехали в зимнее время. Если дороги заносят, немножко больше. Но стоит это здесь очень хорошо. Просто дочка очень любит у нас купаться, нырять. Поэтому ездим сюда. После купания в термах и лечебных массажей обязательно отправляйтесь на экскурсию по району. Это невероятно увлекательный и полезный вид отдыха, доступный в Мостовском районе абсолютно всем. Чтобы организовать конную прогулку в Сибае необходимо обратиться в местные конные клубы. Их также предложат и на базах отдыха расположенных в поселке. В Сибае идеальное место для таких путешествий. Можно, например, подняться на лошадях к вершине горы Гарпигем. Тропинки здесь хорошо вытоптаны, справятся даже новички. Сам хребет Гарпигем видно практически из каждого дома в Сибае. Это скальная полоса длиной в несколько километров. Здесь находится много гротов и причудливых пещер. А те, кто поднимется на плоскую вершину хребта, смогут увидеть панорамные виды на горы Тхач, чертовы ворота и долины реки Малая Лоба. Да и весь Сибай как на ладони. Если хотите спокойную пешую прогулку на лошадях, то отправляйтесь в поселок Перевалка. Он расположен в получасе езды от Сибая на левом берегу реки Малая Лоба. С юга к поселку примыкают покрытые лесом предгорье хребта Бугунж. А на западной окраине есть река Дальняк, где сооружены искусственные пруды. Именно там проложены маршруты для новичков, те, кто хочет спокойно прогуляться по лесу и насладиться природой. Но для начала опытные проводники проведут для вас обязательный инструктаж. Вначале берись. Теперь ставишь ножку. Толкаешься задней ногой от земли и закидываешь тело в седло. Лошади на конных маршрутах работают подготовленные и спокойные, а сама дорога проходит без резких подъемов и спусков. Но иногда можно встретить и обитателей этих мест. Постепенно выходим к первому искусственному карьеру озера Перевалки. В 2003 году, когда было наводнение, здесь брали глину и укрепляли берег Лобенка. Потом карьер наполнился водой. Местная ребятня... Ярик. Местная ребятня напустила мальков. Теперь сюда ходят пенсионеры с удочками. Местные пруды называют новыми. Всего их здесь шесть, расположены в относительной близости друг от друга. Построили их в 60-70-х годах особым каскадным методом. Воду набирали через шлюз с речки Дальняк. Постепенно пруды заполнились, и здесь было организовано рыбное хозяйство. Мы обошли первый пруд. Его называют оранжевым. У него очень глинистое дно, и поэтому цвет воды круглый год оранжевого цвета. Пруды были построены в конце 60-х, начале 70-х годов. Построил их лесничий Лекаркин. Здесь было образовано рыбхозяйство. Запускали мальков, выращивали. В конце сезона спускали воду и рыбу продавали. Сейчас на новые пруды можно абсолютно свободно приехать и порыбачить. По пути встречаются одинокие рыбаки из местных. Уж они-то точно знают, здесь рыба есть. Только места надо знать. Так что на всякий случай захватите с собой удочку и, конечно, фотоаппарат. Виды гор вокруг просто потрясающие.